С каждым днём ситуация с коронавирусом ухудшается. Сейчас жители столкнулись с новой волной омикрон. За последние сутки в регионе выявлен 361 случай заражения ковидом. Это почти в 10 раз больше, чем в 2020-м. Новый штамм атаковал граждан. Им заражаются и привитые, и переболевшие его предшественниками. И вот что говорит о его распространении заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике. «По состоянию на 7 февраля всего проведено скрининговых исследований 666 259 исследований. За сутки проведено 1582 исследования. Положительного за сутки 361 человек. И выздоровевших всего 29 641 человек. Всего положительных 33 672 человека. 3 128 человек сегодня находятся на амбулаторном лечении ввиду относительно удовлетворительного состояния». Несмотря на резкий рост количества заражённых, стационарных больных в красной зоне стало меньше. Омикрон – новый штамм, который в несколько раз быстрее распространяется. И вместе с тем его симптомы легче переносятся организмам. Но опасаться всё-таки стоит. «Увеличилось число бессимптомных носителей у нас. Но тут мы видим, что и по возрастной структуре. Если раньше у нас болели больше люди старше 60 лет, и теперь мы видим, что омикрон как бы внёс свои коррективы, и заболеваемость молодеет. Мы наблюдаем рост заболеваемости теперь в группе старше 30 лет. Это от 30 до 49 лет они у нас болеют более чаще». В среднем каждую неделю по официальным данным от коронавируса в регионе умирают 6 человек. Под удар попадают не только пожилые или лица с хроническими заболеваниями, но и молодые, включая детей. Ковидом заражаются даже самые маленькие. Поэтому особенно важно соблюдать ограничительные меры. «Если на прошлой неделе у нас число госпитализированных было в пределах цифры от 250 до 280, на этой неделе мы уже видим, что рост пошёл уже на сегодняшний день это 388 человек, уже свыше 350 идёт госпитализация. Несмотря на это, мы говорим, что необходимо все меры профилактики соблюдать, потому что у нас есть люди активно посещают вот эти свадебные мероприятия, похоронные мероприятия. И без соблюдения мер профилактики, без масок, без соблюдения социальной дистанции не соблюдается ДЭС-режим, поэтому очень часто люди болеют семьями». В целях предотвращения распространения вируса сотрудники Роспотребнадзора выполняют ряд мероприятий по соблюдению санитарного режима в местах массового скопления. Накануне было введено новое постановление главного государственного санитарного врача России о отмене некоторых ограничительных мер. «Вышло постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации о том, что контактные они теперь не будут изолироваться. И в связи с этим вот теперь мы доводим до сведения нашего населения, что есть актуальность изолировать контактных, она уже не так эффективна. Поэтому сейчас введены в связи с постановлением главного государственного санитарного врача, введены вот эти, отменены изоляции контактных. И на сегодняшний день у нас в республике привито от количества подлежащих провакцинировано 93% и от количества полученной вакцины провакцинировано 74% населения. Еще бы хотелось бы сказать, что на сегодняшний день в нашу республику 25 января поступила детская вакцина. Это добровольная вакцинация детей старше 12 лет. Желающие могут обратиться в медицинскую организацию и провакцинироваться». Роспотребнадзор в очередной раз предупреждает население о важности взаимодействия граждан в борьбе с COVID-19. Самый эффективный способ остановить распространение коронавируса – это дистанция, затем маски и нельзя забывать о вакцинации, которая поможет легче перенести болезнь.